Мне 38 лет, нужно назвать возраст, чтобы результаты можно было увидеть от работы Активайсона. На самом деле, Фитлайн — это парасофия моей жизни. Все самые большие свершения произошли вместе с вами. В 2002 года, я употребляю, наверное, плохое слово, я с Фитлайн, я начала пить комплекс витаминов по назначению с твоим врачом. И могу сказать, что уже 11 лет я ваш давний поклонник и очень люблю этот продукт, потому что сама его употребляю и вижу результат. Я музыкальный продюсер, я работаю в шоу-бизнесе более 12 лет, и мой проект, вы, наверное, знаете, самый яркий и самый большой проект массовый — Полина Нагарина, юранитуме 2015 года, во время которого, мне кажется, я просто пиваю «Ресторейт» и активаюсь в огромном количестве. Я работаю сейчас с артистами, с молодыми артистами. Я работаю сейчас с молодежной аудиторией, делаю очень большие яркие проекты. Последние мы снимали в Сочи, кто-то ушел во второй сезон. Сейчас проект уходит в Китай и будет показано на российских людей. То есть проекты масштабные. Я очень мало спрямую. Я мало не ем. Я викториана. Уже более десяти лет. И, естественно, нужно себя поддерживать. И, введя такой активный образ жизни, невозможно выживать только за счет ресурсов своего организма. Поэтому это не громкие слова, это не громкие фразы. Я считаю, что то, что вы делаете, стоит у дорогого. И я хочу вам пожелать, чтобы… Ну, не только весь шоу-бизнес, потому что они нуждаются, честно говоря, в ваших витаминах, но чтобы как можно больше молодой аудитории узнало обязательно, потому что все активные, все прогрессивные и здоровый образ жизни входит в моду достаточно активно. Поэтому я желаю вам большой аудитории, больших продаж, больших совершений. И обязательно, чтобы фитлайн стал философией жизни каждого второго. Каждого первого, наверное, не скромно, а каждого второго – человека. Очень громкие слова. Мы, конечно же, работаем над этим плотно, и мы на правильном пути. Я не могу ходить с вами нашими цифрами. Мы сегодня подводили краткие итоги того, что у нас происходит в нашей индустрии, в частности, у нас. Мы по всему миру, чтобы вы понимали, на сегодняшний день растем на 64%, по отношению к прошлому ходу, а в России мы растем на 63%. Поэтому мы на очень верном пути, но у нас еще очень большие планы и очень большие достижения. Это точно. Расскажите немного о том, сейчас гипроскопируют. Мы все это прекрасно знаем, и я думаю, что сейчас лишний раз об этом управлять даже не стоит. Но все-таки меня интересует, что происходит сегодня у вас, в вашей индустрии? И растет, и вы точно так же, как вы сегодня. Что происходит в шоу-бизнесе сегодня? Расскажите немного. За пульсия! Ну, шоу-бизнеса большая, индустрия, либо полностью. Я думаю, что для кого-то 10 лет артисты и сфера развлечения испытала огромные минусы и огромное поражение. Но это говорит не только о шоу-бизнесе, концертной деятельности, азиатре, полностью свирает для развлечений. Естественно, мы ищем новые ходы, новые пути, очень активные. Я могу сказать, что, с одной стороны, я даже рада, что это произошло, что происходит, смена власти, скажем так, смена флотменов, которые давно возглавляют нашу сферу. И есть движение, есть в этом жизнь. Я, как человек, абсолютно с революционными наркомностями, скажу, я человек, который всегда хочет что-то изменить и применить что-то новое, я могу сказать, что здорово, мы в интересное время живем. Пандемия, да, это больше про страхи, больше про, наверное, про философию человеческой жизни. На самом деле, с этим нужно жить, нужно продолжать жить, заниматься здоровьем и беречь себя. Вы буквально снимаете мне с языка, я сегодня уже наступал и говорил, что сегодня вот пандемия, скорее всего, вот эта ситуация, она просто ускоряет вот этот переход с такого индустриального общества в информационное общество, и сегодня нужны новые вызовы, сегодня нужны новые мышления, новые подходы совершенно. Я тоже, на самом деле, очень рад, что так происходит, потому что, может это цинично будет как-то звучать, но людям нужно пересмотреть свой образ жизни, нужно пересмотреть свои ценности. Это вот такое мое мнение обратно. Я соглашусь, но в то же время происходит то, что мы видим в ценности офлайн-мероприятий, как сейчас мы с вами можем сидеть и разговаривать, в будущем это будет для искра, то есть это дорогого будет, то это повышается цена, и то повышается именно статус таких мероприятий. Мы все уходим в онлайн, но мне кажется, что это немножко другой градус развития, и мы, как люди, живущие в 21-м веке, привыкли, все равно я человек, который многие мероприятия, и у меня очень важен для меня человеческий факт. Для меня, как у стресса, было прийти онлайн, проводить встречи через Zoom и так далее, но, тем не менее, я сейчас понимаю, что ценность моих офлайн-мероприятий, это очень важно, потому что она выросла в образе, я однокомню время, я однокомню свои ресурсы, и теперь нахожу время только для важных партнеров, для важных клиентов и для важных встреч, это очень важно. Мы ускоряем всегда, времени меньше, мы научимся его по-замову распределять, по-моему. Да, это совершенно верно, буквально одно. Я думаю, что люди в бизнесе приблизительно мыслили одинаково, потому что вы снимаете мне с языка все то, что я сегодня говорил, я абсолютно поддерживаю эту тенденцию, и я считаю, у нас когда-то прекратили каждый месяц офлайн-мероприятия, и мы пришли очень быстро, на онлайн мы были к этому абсолютно готовы, но я считаю, что минимум два раза в год мы обязаны встречаться офлайн, потому что никакой онлайн не заменит эмоции, которые происходят в офлайн. И еще на сегодняшний день, к сожалению, интернет настолько, не настолько развит, что мы могли друг друга вот так почувствовать, как текет наша кровь, насколько мы темные, и передать эти эмоции друг другу. Хорошо. Масса очень вопросов, и, конечно же, тем не менее я знаю, что вы проводите мероприятия на федеральном, организовываете мероприятия на федеральном уровне, у вас очень много детских проектов. Расскажите, пожалуйста, как они проходят, и где вы находите вот свои ресурсы для этого всего, потому что я знаю, что сейчас буквально три месяца жили, и спали по два-три часа, я вас нагрузал на Инстаграм, что там у вас происходило, фантастика просто какая. И я, конечно, должен вам сделать комплимент, что в своем возрасте вы настолько молодая, прогрессивная девушка, и вот с этими маленькими и подростками вы смотритесь абсолютно на уровне, и как вы с ними поселитесь, фантастика. Спасибо большое. Конечно, окружение определяет абсолютно точку. Я занимаюсь любимым делом и меня заряжает. Проекты абсолютно разные. Проекты разноформатные. Один из проектов, который прямо противоположный, я схожу в женский совет при Совете Федерации в команде Матриенко Валентина Ивановна, мы делаем предприятие государственного уровня, достаточно масштабное, и Евразийский женский форум второй прошел в прошлом году, третий будет следующим. Те мероприятия, которые готовятся за год как минимум, и которые объединяют молодых женщин, больших женщин-лидеров, действительно очень значимых, несомненных персон, там уровень ответственности совершенно другой. Но вне зависимости от проектов, работаю я с молодежью, живем ли мы в Сочи на вилле, делаем ли мы музыкальный работ, неважно. Я человек, который работает 24 на 7, и меня никогда не останавливало ничего. Я мама двоих детей, и я могу сказать, что у меня есть большая разница, когда во время первой беременности она была у меня в 2005 году, поскольку я активно работающая мама, я не стесняюсь говорить, абсолютно нормально в наше время. Вот когда у меня возникла вторая беременность в 2016 году, у меня был тур по Европе из 50 городов. Но я уже к тому времени очень активно пылаю витамины, и звуки с Полиной на Галине в летали. Приезжаешь, меняешь чемодан, но влетаешь замок. Я беременная, у меня сложные беременности. И я могу сказать, что это помогало, это держало меня в тонусе, это помогало, это давало силы и слаживало мои особенности организма. Поэтому не важно, какие проекты, не важно, в каком месте ты находишься, не важно, сколько ты спишь, не важно, кто твои партнеры, не важно, чем ты живешь, чем ты питаешься, как ты питаешься, и как ты размышляешь, и о чем ты думаешь. Для меня это здорово для жизни, конечно, превыше всего. Это то, что помогает и держит меня в тонусе. Я не буду говорить здесь очень много женщин, вы, наверное, все знаете, как идет в себя препарат, и как проявляется на женской коже, и волосы, и ногти. А я вегетарианка, мне вообще неоткуда брать, скажем так, живые. Ваши омега, я пробовала, когда был такой период, когда мы жили в Израиле, я пробовала употреблять другую омегу. Я могу сказать, что разница, я почувствовала сразу. Я понимаю, о чем вы говорите, и все, которые здесь сидят в детали, они тоже это очень прекрасно понимают. И давайте немного подробнее, потому скажите, как оно... Нет, еще один вопрос. Вы там Полине немного подсыпали, потом ездили и... Ну, во-первых, у нас был один доктор, который написал мне сначала эти витамины, потом я придала Полину, потому что, естественно, нагрузка сумасшедшего артиста. Для кого-то секрет, что это не очень полезно для здоровой профессии, когда ты меняешь города. У нас было в неделю по восемь по десяти релезов, и очень важно, чтобы артист выходил на сцену в адекватном состоянии, чувствовал себя человеком. И, естественно, в какой-то момент уже... Я была с вами, наверное, года четыре или пять, даже не только Полинова. Тем более при Евровидении. А я очень так щепетильно отношусь к этим моментам. С нами летал доктор обязательно, который... был рефлексотерапевт, другая специфика, которая снимала спазмы и расслабляла психику. Но и были витамины. Основная база – это Restore, это Activize, SpaceX, Омега и ГУ-10. Это утром. И еще Restoreade... Ну, с чем? Restoreade тоже. Restoreade. Не омега, да. Restoreade не омега. Да. Фантастика. А расскажи... Ну, я, конечно же, хотел вам задать вопрос. Как вы с нами познакомились? Сколько лет уже? И какую роль это отыгрывает, если так можно сказать? Может, я думаю, какой... Не знаю. Какую роль это отыгрывает в вашей жизни? Это ритуал. Это философия. Уже на протяжении 11 лет, с небольшим перерывом у меня был... Я говорила о том, что когда мы жили в Израиле два месяца, я не понимала витамины. Потому что не было возможности их там достать. 11 лет. Каждое утро, просыпаясь, первым делом я пью сначала стакан воды, а потом утренний коктейль. Активайс. Бэйсикс. И кудейские омега. И вечером так же я завершаю. Я стараюсь еще не кушать. Вы представляете, это еще хорошо сглаживает чувство аппетита, когда тебе хочется кушать. На самом деле я не буду лукаться, я пьюриваю. И после этого не хочу ездить. Правда. Фатасика. Аплодисменты. Просто по книге плается про Активайс. Бэйсикс. Саммега кудейский. Такой заряд энергии на целый день. Тонус. И вечером расставить для восстановления. Ну, нет. Бывают на самом деле моменты, когда я снова употребляю аппетита. Но сейчас в Сочи я по три раза все-таки пила, потому что я спала по три часа. И чтобы перед тем, как зайти из кадра, быть в адекватной состоянии, я обязательно выпивала коктейль. Плюс пьютью ваш новый коктейль. Я его пью две недели всего лишь. Но я могу сказать, что я вижу уже первый результат. И можно сколько угодно говорить об этом. И для меня это не рекламный трюк. Я никогда ничего не делаю ради рекламы. И не могу советовать то, что это не филосомат. И я могу сказать, что вы продвигаете именно новую философию жизни. Вы стараетесь. И то, как вы выглядите, какие вы мероприятия делаете, это говорит об уровне определённом. И, знаете, меня подкупает вот что. Потому что вы на рынке в России уже очень много лет. Но вы настолько постепенно и выступательно. То есть не так, как появляется продукт. Зависели всё реклама. И ты не понимаешь, что это. И нет никакой аналитики. Нет никаких адекватных результатов. Просто работает реклама. Но вы действительно сходите в каждый дом. И становитесь таким полноценным другом семьи. Любой. И вот в этом есть определённая ценность. И она очень важна. Вау! Аплодисменты, коротки! Аплодисменты! Аплодисменты!